Я вас очень попрошу больше так делать не делать и руками камеру не трогать, хорошо? Вы следователь? Документы представьтесь, кто брал камеру? 171 статья знакома вам или нет? На три года в тюрьму заедешь и все, меньше языком надо разговаривать, а принимайте заявление спокойно, я не грублю, я говорю и учу, в следующий раз руками не трогаешься, я же не трогаю вашими руками, ручку не вырываю, телефон не переворачиваю, что за бред, попросите, я понимаю, но вы считаете это красиво с вашей стороны? Мы нормально в диалог ведем, я же не начинаю вас отстроить и рассказывать, как мы работаем. Почему это? Я не могу сказать, вот вы сейчас за что вообще-то, вы лучше идите, как руководитель, разбирайтесь с подчиненными, с вашими, которые на посту брали взятки, так вы сейчас разберитесь по горячему. Вас будут люди потом, я вам объясняю, вам люди будут потом вас смотреть, стоит руководитель взяточников и рассказывает, и рассказывает, и рассказывает, кто из к кому грубит. Это все как клевета вы говорите. Да как это, хорошо, мы пишем заявление, разбирайтесь, клевета это, не клевета. Ребята, вы по-моему приехали и все, вежливо с вами общались, никто не собирался вам ничего рассказывать. Каждый тут начал строить у себя уютно. Смотреть видео вы не будете, ночью не поспите, потом он всплывает в ютубе, и для вас, ой, ой, ой. То есть вас вообще это не тревожит, что ваши подчинены берут взятки. Если честно тревожит, если оно так и нет. Так если вас это тревожит, неужели это важно, журналисты, не журналисты. Вы честно, надо заходить, мы же герои не знают. Ну хорошо, все, это наши слова. Научитесь верить людям, потому что вам никто не верит. Следователя, полчаса снимали, вспомнили, что не надо снимать. Сидим в кустах, выискиваем, оборотни приехали, и давай выгораживайте. А может видео, а может вообще раздеться. Смотрите, до колена мокрые штаны, реально сидели 3 часа, потому что там роса, все росли. Не то, что пришли вам рассказать какие-то басни Крылова. Все кусты облазили, пока нормально стали, так что можно было запиксировать. Как утверждает сотрудник ГАИ, он ее купил. Остановился, 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 остановился. Да это пусть разбирается. Продал он ее там. Да. Это моя рыба, не отдаю главное, видишь? Это моя рыба, не отдаю. Поинтересоваться нельзя, вы? Фражданин Украины, да. Милиционер? Я. Ваша вина пришла в шоу милиционер. Нет, просто сейчас здесь анкетные данные мои. Нельзя никак попросить сотрудников милиции в рамках защиты закона о персональных данных, чтобы частный человек вышел с поста. Нельзя попросить вас. Проагируйте, пожалуйста. По-моему, нам большие трудности было сюда подняться. Говорю, что вообще нельзя подняться. Никак не отреагируете, нет? Можно? Вам как можно? Закон о защите персональных данных, я сейчас разглашаю телефон, адрес свой. Можно, чтобы вы покинули пост? Нет. Сотрудник, проагируйте, пожалуйста. Товарищ Саша, с вами. Я. Водички у меня налейте. Помощь надо гражданам оказывать. Да, да, да. Водички наливайте. Я просто слышал. Все при устах приостанавливаются, пока человек не выйдет. Водички попросил помощь. Конечно. Воказали на пунктах. Все украинские, все украинские, правовая людей. Вот так. Водички. Роуя. Память. Водички. Гражданина с сигаретками, спичками с резискнули? Нет, позже. Водички. Водички в домашних strangely. Гражданина больше сутра не доехал. Я думаю, что действующий. Действующий? Действующий. Я думаю, что после этого может быть бывшим. Пофелеводички есть? Нет, где ведут. Дело в том, что данный сотрудник, данный человек будет задерживать следственную оперативную группу, задерживать с сбором материалов. Я его задерживаю. Вы сейчас задерживаете, мы сейчас ничего приостановили. Я пью воду. Это вы считаете нормальным? Человек, вот там помощь попросил. Вы что же, подниметесь когда-нибудь, скажите, отдайте воду, пожалуйста. Да мы что-то... Для вас сейчас нормально вот это, что он сейчас стоит и пьет воду? То есть ему плохо там или что? Я же не знаю. Человек обратился с помощью, правильно? Вызовем скорую? Зачем? Ну вы говорите, пожалуйста, наберите. Я что? У кого? Я не знаю. По переводичке вы можете... Просто персональные данные вы разрешаете. Вы не слышите еще раз? Пять минут человек передводит. Хорошо, мы держим следственную оперативную группу. Пожалуйста. Он точно так рад. Ну, если для вас это нормально. Если данная ситуация для вас нормально, то хорошо. Вы же с удовольствием, если не я. А я объясню вам почему. Потому что мы перед тем, как подняться на пост, 5 минут уговаривали руководителя поста. Он говорил, что вам там нечего делать. Там сейчас идет... Я объясню вам почему. Почему он говорит, что здесь сейчас будет пересменка, что здесь есть и оборудование специальное, которое вообще нам не надо видеть. Как вам звонят Сейлю? Мы задерживаем людей. Правильно? Давайте приедем в радио. Давайте. Давайте. Здесь я имею право. Просто человек гражданский присутствует при моих персональных данных. Я вот зачитывал все адрес. Я сейчас пью воду. Я сейчас пью воду. А вы? У нас останавливал. Саша, подпишись. Ну вот скажите, что вы корчите себя? Зачем вы корчите себя? Что я корчу? Для вас это нормально, да? Вы не понимаете, что вы сейчас исполняете? Я ничего не исполняю. Я пью воду. Можешь, люди увидят в интернете, скажут, кто вы, где вы живете. Скажут, действующие вы сотрудники, не действующие. А вы узнаете, где я живу? Ну, люди скажут, все. У вас уже есть знакомые? Знакомые, да. Друзья есть. Дети, да, жена есть. Враги есть. Она смотрит на вас, скажет, что ж ты такое творил. Что ж ты не признался, что ты милиционер? Тебе стыдно за твою профессию? Она скажет. Ладно, все. Понятно. Больше от вас комментарий не требуется. Спасибо. Так все понятно. Поехали, возьмем документы и ухить в райотдел. Да? Конечно, да. Хорошо, в райотдел. Давайте тогда. У нас вот здесь автомобиль припаркован. Вы можете подождать, мы можем сходить. Наш автомобиль светится. И поедем за вами в райотдел. Так будет просто быстрее. Да. А можно выкупить у вас рыбу? Перекупить за 11 гривен? Нет? Вы же съели, наверное, гривен на 9. Что у нас касается? Мы вышли из поста ГАИ и направились к нашему автомобилю, который был замаскирован неподалеку. И на наше удивление мы были остановлены рыбоедом, когда ехали в райотдел. Смотрим дальше. Ну так что останавливали? Подходите смелее. Что ж вы растерялись? Это вы с ними не остановились, да? Что? Это вы с ними не остановились, да? Я не знаю. Вы можете внятно представиться? Вы остановили автомобиль? Здравствуйте. Я уже не знаю. Это старший прапорщик Соловьев. Это вы меня не остановились? Секундочку. Вы сейчас инспектор ГАИ? Вы на службе? Так точно. Будьте любезны. Где ваш значок? Секундочку. Инспектор. Он на работе сейчас или нет? Уже нет. Как вы остановите автомобиль и не на работе? Объясните мне. Вы сейчас на работе? Сейчас? Да. Как вы только что остановили? Выходной уже. Как вы только что меня остановили? Объясните мне. Я в выходной. Я извиняюсь. Я могу понять. Вы в выходной. Только что вы взмахнули жезлом, остановили мой автомобиль. Как вы на выходном останавливаете машины? Вы можете дать мне пояснение, внятно или нет? Да, мне что давать не будет. Вы меня остановили только что. Что значит вы не будете давать мне пояснения? Вы только что остановили мой автомобиль Я все объяснил Сегодня вы мне не остановились Нарушили правила гона, сегодня не остановились на мой жест Я не понимаю, о чем речь вообще идет Я только что сел в этот автомобиль Что тут хорошего Нет, не до свидания Будьте любезны, подойдите Это ваш подчиненный Только что остановил нас Мы вышли с автомобиля Поинтересовались причиной остановки Он дает пояснение, что он сейчас не на работе Что он уже выходной Объясните, на каком основании он сейчас остановит машины Объясните, пожалуйста, что человек на выходном делает Без значка, без жилетки, с жезлом И останавливает автомобиль У вас есть пояснение этому или нет? Это второе нарушение за час Посмотрите, пока мы тут находимся Что разбираться, смотрите, вот остановил сейчас Что делать? Без жезлов Вы кто сейчас? Вы сотрудник ГАИ? Сегодня Вы сейчас только что остановили Давайте разберемся по вашему нарушению сейчас Я вам все объясню Что тут хорошего? Пояснение, будьте любезны, примите от него сейчас И от меня заявление Будьте любезны, листочек и ручку Предоставьте мне листочек и ручку Я хочу вам подать, как вашему руководителю, заявление на данного сотрудника милиции Который мало того, что берет взятки Он в свое свободное время сейчас на этот автомобиль Автомобили А вам вообще, я смотрю, как обстанку горохом То есть вы нарушаете раз, два, три И дальше продолжаете Вы на выходном останавливаете автомобили Как? Зачем вы меня остановили? Я? Зачем вы меня остановили? Подупредить вас, чтобы не останавливаться На своем выходном Где жилет ваш, где значок? Я вам все объяснил Вы мне не объяснили ничего Объясните мне, как так вы останавливаете без форменной одежды автотранспорт Вы определитесь, вы инспектор, либо вы на выходном? Вы сейчас где находитесь? Почему? После работы Вы останавливаете машины Кто дает право вам? Почему же? Останавливаем право нарушителей Я нарушил что-то? Да, сегодня вы меня остановили с ножезной мой Будьте любезны, давайте это оформим Посмотреть можно это? Посмотреть? Да Оформить это можно? Посмотрите, мы не остановились Я покажу вам Давайте это оформим Я вам покажу, хорошо Я покажу вам, хорошо Что-то хорошего Давайте оформим Я вам покажу все Ну так давайте Я вам покажу вам все Я вам все покажу Так давайте, покажите Ну все, я вам покажу все Что, ну все, я не понимаю Я покажу вам Сколько надо ждать этого? Можете ждать, потом я покажу вам Тут стоять ждать, пока вы после выходного вернетесь? Пока, я вам покажу все Вы скажите, вы вообще в трезом состоянии на работе? Я не пью вообще, уважаемый Вы всегда в таком состоянии? Я не пью, уважаемый То есть вы всегда так чудите? Это вы чудите Почему вы без жилета, без значка Вы останавливаете автотранспорт в свой выходной? Я не выходной. Вы только что, мне сказали, «на камере свободной». Почему? После службы. Вы останавливаете людей? Вы что, Жезл спите с ним? Я останавливаю вас, потому что вы не останавливались работниками Милиции на Жезт. После службы вы имеете право это делать? У меня есть куча свидетелей, которые видели ваш Ниссан. Давайте я это опорную. Ваш Ниссан. Понимаете? Давайте это оформим. Когда вы не остановились мне на Жезл. Оформим это? От труд глубины, кстати, пожалуйста. Пойдёмте, пройдёмте. Выusch штатив документы? Пойдемте. Побегают меня за вами? Где вы их ждете? Пройдемте к автомобилю, вы там меня остановили В автомобиле пройдемте Пройдемте к автомобилю То есть я вам как собака должен прибежать в зубах их привезти? Пройдемте к автомобилю Оформим нарушение Которое вы видели Приводите свидетелей, бланк опроса свидетелей Видеофотофиксацию Пройдемте Это делается в присутствии человека На которого составляется административный протокол Если вы не знаете Будьте любезны, если вы хотите Что-либо сделать в рамках закона Ведите себя адекватно Оденьте жилетку, значок Вернитесь быть инспектором ГАИ И после этого вы можете что-либо оформить Виталик, закрой машину Виталик Виталик, машину закрой, пожалуйста Пройдемте Вы руководитель, вы можете принять меры? Давайте посмотрим на этот Действительно была машина эта, не эта была машина Так давайте, поздите его, он же неадекватный Опросите его, что он видит? Кто уехал? Кто был водитель? Откуда-куда двигался? В какое время? Вы же ничего не выяснили Вы заявления будут? Будут, конечно Так вот, давайте мы разберемся в деле сейчас Или что? Вы попросили в миссию Ручку написать заявление Пожалуйста, не спешите Разберемся Давайте посмотрим, пока фиксацию Кто не остановился Я вам все покажу Можно посмотреть? Или вы врете опять? Я вру, я никогда не вру Инспектор без значка, без формы Остановил документы и не проверил Вменил, как будто бы когда-то кто-то не остановился Сейчас Вот смотрите Это просто полный хаос Если не остановился, то пусть и нет Ну вот смотрите Он сейчас остановил Он потом сказал Он не на работе Без значка, без жилетки Просто остановил Подошел, потом ушел У меня Виталий зовут Анатольевич А вы сейчас утверждаете, что инспектор не имеет права остановить? Любым понятным жезлом Так написано в законе о милиции Жестом Даже можно без жезла Это я знаю Это я знаю Но у него нет нагрудного значка сейчас И светоотражающий жилет Если инспектор будет идти домой Я даже не знаю Он не представился и ушел Он не представился и ушел Анатольевич Любой работник милиции Совершенно Даже военный Даже военный Да Любым понятным жезлом Если он увидел Правонарушение Либо преступление Совершенно верно Что сейчас он увидел? Он увидел, как этот автомобиль нарушал днем Нарушал днем Можно посмотреть Можно на это Ну я же не знаю Согласно 251 статье И 268 нам говорит о том, что При административном разбирательстве А оно уже началось с момента остановки Административное разбирательство В любом случае Как бы там ни было Это уже административное разбирательство Оно чем-то закончится Или 22 статье Или 26 Или 125 Или же 120 Не остановка Это по-моему 120 Это Не помню какая статья 126 4 Это создание аварийной ситуации Да Составьте Вы даже не потребовали документы Не убедились Чья машина Чем подтвердится то, что данный человек был за рулем Вы не потребовали даже документы Не удостоверились Чья машина Может она в розыске Может документов нет Инспектор ничего не предпринял У него есть инструкция Так вы говорите, что вас останавливали Я не говорю, что меня останавливали Как это можно доказать, что данный гражданин Я не знаю Вы инспектор Я не инспектор Либо он был за рулем Вы инспектор Вы должны действовать в рамках закона Вы сейчас утверждаете Вы принимаете меры Он даже не проверил документы Кому меры принимали? Я не знаю к кому Я не знаю к кому Вам же виднее Вы же инспектор АГАИ Вы же говорите Принимайте меры Правильно Вы же должны как-то действовать в сложных ситуациях Кому принимать меры? Вы остановили человека Проверили у него документы? Или не проверили? Хотя бы Я не останавливаю Ну, ваш коллега, за которого вы сейчас говорите, вы его проверили? Я не за него говорю. Мы общаемся... Он даже документы не проверил. Не за это. Да, это отнесение. В смысле, если бы... И никаких мер не приняли? Как там? Вот сейчас остановили, документы не проверили. Наряд привязан к конкретному месту. Да я понимаю. Он не может бросить это место. Вы говорите, что уже сейчас, инспектор, как бы там ни было. Как доказать, что человек был за рулем? Да никак, хотя бы документы проверить. Хотя бы выполнить ту функцию, которая прописана в 111 приказе. Мы не можем ехать ничего никуда. Проверим. Где? Где проверим? Он убежал, за ним гонялся Саша. Выбежал. Ну вот, инспектор, вы убежали. Вас звал, звал, звал. Вы нет, я все, я пошел. Вы же не уехали. Я, говорит, уже все. Я, говорит, вы как сказали? Я уже не на работе. Я уже... Написал же. Как вы, должность, звание? Ну, я не командир этого поста. Приехали. Мы же с вами общались. Старший смен. А где командир поста? На выходной сон. А зам командира поста? На поличном. А зам зама? Вы самый старший после них? Я старший смен. Как-то фамилию, знакомая ему, я не могу вспомнить. Олешкевич? Не, 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 Олешкевич еще... Он в Донецке. Кто сейчас... Вы сейчас напомните сейчас... Правильно? Да. Кто сейчас начальник Запорожской области? Трилубенко. Трилубенко. Вы доложили о ситуации? Конечно. Он... Он... Старший, зама своего. Никто не приедет сюда разобраться в ситуации? Зам командира. Вы ничего не решайте. К вам, как осетинку Горохов. Я вам об одном, вы не видите. Нарушения тут явно и при вас. Вы не видите. Ничего не видите. Я не понимаю. Как... О каких действиях мерах можно принимать? На кого писать заявление? Кому писал? Кто принес? Можете непосредственно командиром? Можете на командира рот. На кого пожелать? Передайте, пожалуйста. Зафиксируй, пожалуйста, Виталик. Я написал ситуацию. Нет. Вы скажите, на кого вы имеете желание написать? Я имею желание. Я имею желание. Чтобы вы, как старший поста, передали этому человеку, кто уполномочен. Я, как простой человек, я не могу разбираться в ваших званиях под вами. Возьмите, пожалуйста. Запишите, на кого вы присоедините. Я не могу разговаривать. Пиши, господи. Как ты зовут его? Как? Кто? Как написал? Пишите, пожалуйста. Командиру. Года. Не провалится ручка? Нормально. Паспорт дай подложить? Да, давай. Под шапку. Нормально. Пишите, пожалуйста, документы. У меня автомобиль, ваша лидерская. Чего? Я нарушил что-то? Ваш напарник, коллега, говорит, что мы нарушаем. Не проверю у вас документы. Нет. Это он говорит. Вы мне объясните. Причину остановки, сольского новоправопорушения, свитки, еще бачил, еще я щас порушил. Начнем процедуру оформления документов. Никаких проблем. Они все есть. Но для этого я обязан по законной требованию. Правильно? Я хочу услышать, в чем была законность требований? На чем она основывалась? И чем она подсуждается? Ваш автомобиль сегодня грубо нарушил правила джундук. Это не мой автомобиль. Я же хочу это проверить. Ваш это автомобиль, не ваша. Кто был за рулем? Я не был за рулем. А вы это в документах вы увидите? Нет, конечно. Ну так как вы проверите? Нам надо узнать, кто человек, это взаим. Вы узнавайте, номера есть. Я щас пешеход, я щас даже не водитель. Это обладает сразу, когда это оборотень вашей. Как бы человека проверили? А как? А я вам объясню как? А я объясню, я объясню вас как. Объясню вас как. Как? Этот человек, сотрудник милиции, который остановит авторского оседства, если бы он все сделал по уставу и четко, не было никаких проблем, он остановил. Он подошел, отрапортовался, назвал причину запринки, советского нового правопорушения, потом законную вымогу на переверку документов, проверил, проверил. И после этого, после этого, все остальное, а не так, как он подошел, ааа, это вы, а я выходной, до свидания. Вы на видео это посмотрите. И если, секунду, я не с вами даже, я не с вами разговариваю. Да вы не меня останавливали, я вам еще раз поясняю. Я в автомобиле, это не мой автомобиль. Я вообще общаюсь не с вами, с руководителем. Дело в том, дело в том, что если ваши сотрудники, ваши сотрудники, как старшего следа, исполняли бы сейчас законные требования милиции, которые прописаны, если бы они действовали строго им, поверьте мне, проблем не было бы никаких. Они от себя чину делают. Хочет рыбу покупает, хочет деньги берет. Но если человек целый день на работе, мы вечером надо что-то покушать, мы его возможности другой простоте. Извините меня, пожалуйста, а если будет на атомной станции кто-то в свое рабочее время ходить на обед? На атомной станции 8 часов рабочих. Давайте сейчас не будем рассказывать, как тяжело мне работать и в кустах сидеть под дождем 3 часа, чтобы смотреть, как работаете вы, и фиксировать взятки. Давайте не будем об этом. Мы не об этом ведем дело. Мы ведем диалог о том, что ваши сотрудники, ваши подчиненные, как старшего смены, не исполняют служебные обязанности. Прямо нарушают законы милиции. Прямо нарушают. Вы изложили подробное заявление в вашем? Я подробно вам излагаю. Все, мы проверку обязательно не проверим. Мы присутствуем, вы услышали. Я вам скажу честно, мне ваши проверки не надо вообще. Вот это все дело. Мы публиковичем, это все смотрят люди. Пожалуйста, пусть смотрят в другом устранении. Пусть смотрит Захарченко, что Захарченко сказал. Пусть смотрит Наваков, пусть смотрит Гераченко. Вместе с ним напорует это видео перед сном. Мне все равно. Пусть смотрит они, как строить новую полицию. Пусть на него посмотрят. Как он общается с людьми. Как он себя ведет. Как он покупает рыбу. Мне на вот эти заявления. Я рыбу не ворую. Можете просто порвать их и выкинуть. Мне на 300 лет не надо. Потому что я действую по закону. Я, как законопослушный гражданин, обязан это сделать. А вы обязаны отреагировать. Машинка толстячка, которая не хотела выходить с поста ГАИ. Я предлагаю... Да, 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 да. Ты прав. Но надо все равно закончить, дописать сейчас. Там две секунды осталось. Да, да, да. Переодевайся. А мне тоже все колется мокрое.